Чебоксарские археологи в ближайшее время раскроют тайну усыпальницы Марии Шестовой. Во время раскопок ему же удалось обнаружить немало артефактов, представляющих ценность для истории. Каждая находка помогает специалистам практически со стопроцентной уверенностью сказать, погребение сохранилось в целости. Дмитрий Ковалев продолжит тему. 18-19 веков. Ну это не современная вещь, да, это однозначно. Не советская вещь. Вот так, на глаз, археологи определяют возраст своих находок. Точный ответ потом дадут эксперты, но уже сейчас понятна экспедиция на верном пути. Осколки витражей, обломки черепицы, напольные мозаики. Все это обнаружено на месте разрушенного в 30-х годах храма. То, что он располагался именно здесь, подтверждают и старые фотографии. Надежда отыскать усыпальницу не умерла, даже когда археологи откопали вот этот пень. Дерево посажено более 50 лет назад. Именно в это время на территории бывшего монастыря появился парк. Мы углубились в нашем роскопе почти на полтора метра. И сейчас мы можем наблюдать в стене на пластовании отдельных горизонтов. Мы видим чередование слоев глины и темных почвенных горизонтов, в которых встречаются угольки, обломки кирпичей, кусочки битого стекла. Все это, вся толща, это насыпной грунт, который, вероятно, по нашим предположениям, сформировался в 30-е и 40-е годы после разрушения Никольского собора. А из кирпичей монастыря возвели жилой дом. Специалисты уверены, что разбирать храм в те годы пытались аккуратно. Кирпичная кладка того самого южного предела, под которым должна находиться усыпальница Марии Шестовой, не тронута. По всей видимости, именно здесь находился алтарь. Стены, здания, закругленные формы – то, что они действительно были такими, заметно на старой схеме. Здесь рядом стояла колокольня большая. Она была наклонена, как пизанская пашня. И вот его разрушили где-то в 30-х годах. А вот эти обломки как раз, мы думаем, предполагаем, что это из этой колокольни. А с той стороны – это уже после разборки церкви. Как раз тут это разобранное из двух зданий получается. Сначала кладка пола южного предела, потом и сама стена. Археологи следуют и советам геофизиков. Эту территорию специалисты исследовали досконально. Впоследствии к нам стали приходить наши друзья, знакомые, и приносить всевозможную информацию, подсказывать, где и что, как это могло произойти. И вот благодаря этой информации, а самое главное, аэрофотосъемке 26-го года, когда еще стояла церковь Никольская, мы смогли рассчитать по тем зданиям, которые сохранились сегодня, где более точно располагается южный предел этой церкви. И заложили раскоп номер два, который вот за моей спиной. Спустя три недели на территории южного предела археологам удалось раскопать цементную плиту. Сенсация это событие называет с осторожностью, но по всей видимости, именно под камнем находится усыпальница. Сверху над ней сто лет назад возвели настоящий саркофаг. Сейчас его очищают от грязи. Сейчас мы в процессе раскопок, и после того, как мы расчистим и вскроем, и нам станет очевидно размеры ее, формы, и мы будем думать, что делать дальше. Вероятно, мы создадим комиссию заинтересованных лиц, потому что это дело не только археологов, это дело всей общественности города. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Евгений Анисимов. Республика.